Итак, мы начинаем разговор. Сегодня у вас был ретрит и группа. Вы делали некоторое медитацию. Итак, наверное, у вас есть какие-то вопросы? Кто хочет задать вопрос? Пожалуйста. Как понять, когда в койку думаешь? Как понять, когда в койку думаешь? А как думаешь, мы думаем, о себе? Как вы думаете, что мы думаем, о себе или о себе? Кто думает, об у виске или о себе, когда вы в процессе думания? Значит, какое правда мнение? Как думаешь, как думаешь, что ты думаешь? Как понять разницу между... по-русски скажи. Как понять все-таки биоцентство, думаешь, биоцентство... Первое, что сказать, существо, оно не имеет никаких мыслей. Когда у вас есть ум, вы не находитесь в центре в своем существе. А когда вы приходите в свой центр, в свое существо, тогда ум успокаивается и становится молчаливым. Нет ни одного слова. Не только мыслей нет, даже нет слова. И когда вы находитесь в своем центре, со своим существом, тогда вы можете много-много дней часов проводить в тишине. Первое, что хочу сказать, у нас есть три центра в теле. Это ум, сердце и нашу существу. Но в основном мы живем в уме. Все время у нас идут мысли, 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 мысли. Мы думаем о чем-то. Когда вы идете глубже, когда вы идете глубже, погружаетесь глубже, в глубину. Когда вы в уме, тогда ваша мысль очень заблудна. Когда вы спускаете сердце, тогда ваша мысль, тогда ваша дума становится более ликвид. И тогда вы становитесь чувствительными, более подвижными. И тогда вы становитесь более чувствительными, более подвижными. И когда вы идете в сердце, когда вы идете вниз, к своему центру, к своему животу. Мысли находятся очень далеко от этого, очень высоко. Когда вы достигаете вашего центра в области живота, вы начинаете находиться в небе. Когда вы в уме и когда вы думаете, вы тогда находитесь как будто бы на земле. Это очень большая разница, очень большое расстояние между землей и небом. Когда вы в уме и когда вы думаете, то просто до этого центра мысли не могут дойти. Когда вы находитесь в сердце, мысли тоже присутствуют, но они такие более тимушные. Например, в сердце чуть-чуть, 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 чуть-чуть. И тогда эти мысли становятся такими текучими, да, они начинают течь. В уме и в уме они очень негативные, full of desires, want, 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 and based on your ego, around your ego. Уму присущие такие негативные мысли, в основном это связано с желаниями, и все это крутится вокруг вашего эго. Вы только думаете о себе. Я хочу это, 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 я могу это делать, как это сделать. В распределении вашего эго. Когда мы умеем, все крутится вокруг себя, что мне нужно. Когда вы спускаете сердце, тогда вы начинаете чувствовать других, начинаете видеть других. Когда вы спускаетесь в вашем центре, тогда вы становитесь абсолютно в тишине. Ни негативного, ни позитивного. Вы не чувствуете ничего. Если вы в вашем центре, вы не знаете, что происходит. Вы можете даже днями, часами находиться в этом состоянии, месяцами, и ничего. В начале это происходит. Сатори происходит. Глипс происходит. Некоторые часы, несколько дней, несколько недель. Сатори происходит. Сатори означает, что вы просто приходите в Дверь и открываете Дверь. Не приходите в Дверь, не в Дверь. Просто открываете Дверь. Сатори означает, что вы просто только приокрыли, как будто бы дверь в это пространство и смотрите, но не полностью еще в этом центре. Как вы живете в своей комнате, в своем доме. И всегда ваши окна закрыты. Вы никогда не видели, что находится снаружи. Всю вашу жизнь. 20, 30, 40 лет. Вы никогда не видели, что такое деревья, что такое солнце, что такое природа. 20, 30, 40 лет. Вы жили закрытыми окнами. А вдруг так произошло, что немного ваше окно приоткрылось. И оно открылось, и вы увидели что-то незнакомое для вас, что-то чудесное. Вы увидели существование. И когда вы увидели существование, это и называется Сатори. Как только проблеск. Глимпс of enlightenment. Глимпс of being. И в этот момент руку вопрошает и говорит, что это? И тогда это все заканчивается. И как только вы увидите этот проблеск, вы потом начнете хотеть этого. И тогда вы очень осознанно пойдете в этот поиск. И тогда все чаще и чаще будет происходить сатори, и ум будет готов закончиться. И в один из дней тогда ум закончится, и вы полностью уйдете в этот центр свое существо. Существует как бы наша сущность, это очень огромное, как небо. Ум, он слишком ограничен. У него есть своя территория. И мы живем вот на этой территории. Мы никогда с этой территории не выходили. Иногда случается, когда ум не был так силен. Иногда случается, что это случается в детстве. Когда у детей в состоянии не ума, какие-то такие открытия случаются. И у ребенка нет ума, поэтому у него нет желания вернуться к этому. Это просто с ними случается, но они потом забывают об этом. Между умом и существом есть очень большая дистанция. Существует совершенно противоположное пространство. И второе, что вы спросите, куда эти мысли приходят из сердца? настроение отсутствует из мысли. Отました Harry. Или из сердца начинает новость. Иногда это смысленно, то запрошено всякое колор Time. Так и развивается, не 제일 желаем! Да, если мысли приходят изверсаний, то выполняют еще все восторжения. И тогда после этого эти мысли становятся активными действиями. Но если вы глубоко войдете в ум, вы поймете, что там внутри нет никаких мыслей. Это не так, что все мысли в голове, просто мысли витают везде. Это неосознанность. Например, вы знаете, что у каждого в своем доме есть телевизор. Телевизор. И вы включаете телевизор, и он начинает работать. Вы переключаете телевизор, и начинаете трансляции. Есть много различных каналов. Музыка, музыка, спортивный канал, развлекательный канал. Разные, разные телевизорные каналы. И тогда, какой тип канал вы нажмете, такой канал и будет транслироваться. И теперь вы смотрите телевизор, и телевизор все показывает. И тогда вы думаете, что все эти вещи в телевизоре. Но если вы сам телевизор вскройте, то там внутри-то ничего нет. Это просто электрическая вибрация. Тоже самое с умом. И в нашем теле есть семь чакр. С первой до седьмой. Чакра открыта, когда вы думаете о сексе, вы думаете о мужчинах, о женщинах. Если вторая чакра открыта, тогда вы больше в эмоциях. Третья чакра открыта, сильный-сильный ум. Очень много ума приходит. Четвертая чакра, когда вы действительно входите в любовь. Один тип эмоциональной любовь. Все знают про эту эмоциональную любовь. Вы любите. Вы любите. Вы мой муж. Вы мои дети. Вы моя мама. Это условия для любви. Вы любите с условиями. Но когда четвертая чакра приходит, тогда случается любовь безусловная. Тогда вы любите все. Не важно, кто приходит. Эта любовь называется Божественной любовью. Эта любовь очень высокая. Вы находите, как будто бы в небе высоко. Вы не на земле сейчас. Вы начинаете подниматься вверх. В небо. Вы не на земле сейчас. Вы начинаете подниматься вверх. В небо. И когда вы в небе, вы не можете видеть ни одного, но всех в вас. Всего в вас любите. Эта любовь является безусловной. Эта любовь является безусловной. Это не я люблю тебя, потому что ты моя мама. Или ты моя жена. Или ты мой сын или дочь. Кто пришел? Кто бы не пришел перед тобой? Просто любовь начинает течь к этому человеку. Если кто-то примет эту любовь, то тоже хорошо. Вы становитесь, как цветок. Цветок. Сending, giving, fragrance. Anybody take? Very good. No take? Also. Вы становитесь, как солнце. Солнце дает энергию, light. Anybody take? Okay. No take? Okay. He enjoys sending, giving light. Солнце независимо ни от чего дает свою энергию свете. Нравится или не нравится, берете кто-то или не берете, оно все равно продолжает светить. На пятый чакре вы становитесь абсолютно молчаленными. Просто остаетесь в небе. Вы даже вниз не смотрите на землю. Ничего. 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 Their ego finished, mind finished. And somebody reaching in sixth center, this is knowledge. When it comes to mind, all knowledge, all spirituality, all masters, what is masters, what is the same, they are saying. The Bible, Bible, Quran, everything. All knowledge of God. Nothing anything. No any question is left with which you don't know. This is like a spiritual question. A existential question. Это не значит, что если вы не знаете, как приготовить что-то, как готовить овощи, и хотите узнать, как приготовить их, это не эти вопросы, другие немножко. Вы узнаете, кто такой Иисус, кто такой Будда. Вы поймете, кто вы, кем вы были до рождения в этом теле. Куда вы пойдете после смерти, все знания с них зайдут до вас. Это есть просветление. Вы узнаете все. Вы станете существованием. Седьмая чакра – это все, закончили все, ничего. За несколько лет до, 20-30 лет назад, наука говорила кое о чем. Кто-то из ученых сказал, что на небе есть черная дыра. Если что-то пролетает, если что-то пролетает, то это черная дыра может поглотить и самолеты, и горы, и все. Никто не знает, куда это все исчезает. Никто не может пройти через эту черную дыру. Ученые были очень-очень близки. Те, кто занимался этим вопросом, они очень бравы. Но он не может войти в эту черную дыру. Если он войдет в эту черную дыру, он закончится. Только саньясин и йоги, медитатели, они могут пройти через эту черную дыру. Только ваше существо, оно может. И тогда он спросит, если вы опять вернете в тело и вернете. Тогда вы скажете что-то такое, что не реально, не понятно. Просто как вы видели какие-то сновидения. Что-то еще. Никто об этой черной дыре не говорит. Как бы все идет оттуда и уходит туда. Об этом нельзя говорить. Это седьмая чакра. И так же у нас есть прана. И прана надвигается по нашим чакрам. И прана надвигается по нашим чакрам. В какой центр приходит прана, тогда мы начинаем умирать. Как в телевизоре. Если вы нажмите на спортивный канал, тогда будут спортивные новости, спортивные каналы идти. Если вы нажмите на музыкальный канал, тогда будут музыка, песни. И так же происходит у вас. Но все как бы прыгают, ну, прыгают, ну, прыгают, ну, прыгают, ну, прыгают, ну, прыгают. И это происходит естественным путем. Это совершенно естественно. Даже для тех, кто не медитирует, передвижение с первой по четвертую чакру и обратно. С первой на вторую, со второй на третью, там, и так далее, вниз и вверх. И эта первая, вторая, третья чакра – это разговоры такие о мире. И после четвертой чакры, уже такие обычные разговоры не заканчиваются. Когда вы приходите на четвертую чакру и дальше начинаете думать, что находится дальше, куда я дальше иду. И тогда начинается открываться перед вами этот духовный мир. И, например, сейчас в данный момент в этой комнате есть много-много различных мыслей, различных типов мыслей. В том числе и мысли о сексе. О любви. О ненависти. Есть очень много от ума, и Божественная любовь тоже есть здесь. В каком центре вы имеете в том, что вы начинаете ловить, не важно, где вы в определенном центре. Медитация ведет вас к тому, чтобы поднять вас на более высокие центры. В этом центре вы начинаете ловить, в какой чакре вы начинаете ловить. Внутри нет ума. Вибрации ума и мысли находятся снаружи. Поэтому говорят, что один ум на всех. Одна осознанность и один ум. Но в разговорах мы говорим, что это мой ум. Моя ум не такая, моя ум не такая. Нет, это не ваш ум. И каждый день вы понимаете тишину, и тогда вы понимаете, что этот ум везде. Вы просто ловите ум, ловите мысли. И в чем же разница между обычным человеком и Буддой? В чем разница между обычным человеком и просветленным? Обычным человеком и просветленным живут здесь. Медитация тоже живет здесь. И те, кто в уме живут здесь, и те, кто просветленный без ума тоже живут здесь. И в чем же разница, просветленные точно так же могут жить, так же есть, разговаривать. Они тоже ловят ум. Если они не поймают мысли, не поймают ум, тогда им нечего будет говорить, им не смогут говорить. Даже если вы должны двигаться пальцем, то вы должны двигаться пальцем. И тогда этот мысль говорит, двигаться пальцем, и пальцем согнутся. В чем же разница между нормальным человеком и Буддой? Разница в том, что у обычных людей, вот у нас, телевизор все время включен. Вы не знаете, как его включить, и как его можно выключить, и как его можно включить. Вы всегда живете в уме. Вы всегда живете в уме. Вы всегда делаете телевизор, работаете. Разговоры, картинки. Но, он просветленный в своем центре. Он знает, как попасть в свой центр. Он знает, как попасть в свой центр. Однажды, когда вы попали в свое существо, тогда вы будете знать, как туда-обратно попадать. И тогда, когда им нужно в уме, они попадают в уме. Они наслаждаются обычными вещами, и обратно возвращаются в свой центр. Когда они приходят на периферию, делают вещи, и когда они приходят в центре, они нет. В этом и есть разница между просветленным и обычным человеком. Просветленный знает, как он может вернуться обратно в свой центр. Однажды, когда вы пойдете в свой центр, вы будете знать, что это и как это. Вот, к примеру, если вы целый день работаете. Вы идете в социум, встречаетесь со многими людьми, делаете свои дела. И вечером офис закрывается, и вы хотите вернуться домой. Вы не хотите быть в офисе. Вы хотите быстренько попасть домой, поесть и лечь спать. Но с умом происходят другие вещи. Когда вы в уме, то все эти 24 часа, которые в сутках, вы присутствуете в офисе. Если вы живете 24 часа в офисе, это просто как ад. Как в тюрьме. Все хотят пойти на работу, потом вечером вернуться домой. Быть дома. Покушать, привести себя в порядок, посидеть. Если кто-то муж, жена, дом. Семья, поговорить с ними и лечь отдохнуть. А если все 24 часа находиться на работе, в офисе, то никакого удовольствия нет. Но с умом, мы всегда находимся в уме, все время в уме. Это не удовольствие. В другом случае, ум – это очень хорошая вещь. Если вы знаете, как можно отойти от него. Как отдохнуть от него. Тогда иметь ум – это очень хорошо. Тогда ходить в офис очень хорошо. 6-7 часа работа. Вы заработали деньги. Приобрели какие-то вещи. Но если все 24 часа в офисе, тогда этот офис станет тюрьмой. Даже не только офис – нет. Если вы любите кого-то. Если вы любите свою девушку или молодого человека. и все 24 часа вместе. Такое в начале случается. Когда кто-то любит новую любовь, хотят быть все время вместе, кушать вместе, гулять, спать. 24 часа вместе. 24 часа. Когда у любителей начало такое происходит. Они тогда свадьба. Как у родителей случается, даже их родители, даже их родители говорят, что сейчас вы на 10 дней можете уехать. только 10 или 15 дней. Потому что они знают, что более чем 15 дней будет начаться. И медовый месяц может превратиться во что-то. Но это вообще начало. Когда они становятся older, 6 месяцев, 1 год, 3 года, и даже 2 дня вместе находиться невозможно. Тогда вы начинаете хотеть какое-то пространство. В этом случае, я скажу вам в вашей ежедневной жизни. Если какая-то пара, или отец с сыном работают, или отец с дочерью, очень хорошо, если они не работают, то же самое. очень хорошо, если они не делают одного типа работы, как бы не работают вместе. Хасбен, муж с женой должны работать по-разному, как бы в разных компаниях. Когда вы separate work, это значит, 8 часов, вы идете туда, и она идет туда. Если вы дома вместе, и в бизнесе, или в офисе, вы вместе, и когда очень скоро вы начнете просто ругаться друг с другом. И очень правильно, когда у отца и сына разный бизнес. У мужа и жены разный бизнес, и тогда у вас будет пространство, И тогда в этом пространстве будет любовь друг к другу. Если муж и жена работают вместе, тогда они начнут ругаться и так далее. А когда разная работа, муж идет в один офис, жена в другой. Разная энергия, вы разговариваете с разными людьми. Это очень-очень правильно. Если вы ведете не одинаковый бизнес. В таком случае ваша любовь очень быстро закончится. И если вы все время будете жить друг к другу, любовь тоже может закончиться. Если вы вместе будете жить вместе, то это будет продолжаться долго. Минд думает о том, что любовная математика совершенно противоположна. Когда вы начинаете ругаться, сражаться, когда вы хотите убежать друг к другу, когда вы не хотите видеть друг друга, это очень хорошо. Взять свою сумку и посмотрите, где происходит медитация, сатсанги. Искать я на три дня лучше. Ты наслаждайся с собой, а я с собой. Или просто одному куда-то поехать. Но если вы так не можете делать по каким-то причинам. Допустим, три дня вы сейчас здесь. Допустим, жена в одном месте, муж в другом. И вы наслаждаетесь сами собой. А вскоре вы вернетесь обратно. Один-два дня будет окей. И снова, опять же, опять же, опять же. Те же фильмы. И такой же фойю. Даже если очень часто ругаетесь друг с другом. Сейчас вы делаете медитацию. Медитация закончилась, вы выходите, Вышли после медитации, позвонили своей девушке. Если вы очень часто спорите друг с другом, то первые пять-десять минут пойдет нормально. А через десять минут опять спорите. Почему нет? Почему так? И все равно, каждый день все равно. Это не разница. Если вы подслушаете вашего мужа, если вы подслушаете вашего мужа или ваша жену, одни и те же разговоры каждый день. Одни и те же жалобы каждый день. Если вы уже так устали, а то вам скучно, каждый день вы говорите одно и то же каждый день. Очень хорошо. Если вы не хотите терять вашу любовь, то как она начинает жаловаться и стражаться, то что я очень занят и положите трубу. Выключите трубу. Выключите трубу. Тогда хорошо. Если вы 10 минут, 20 минут, 30 минут, и после 30 минут, то бум, пять. Нет, я не хочу. Причем. Через 30 минут, так автоматически закончить трубку и закончить разговор. Лучше пораньше. Но после 30 минут опять звонок, как ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Семья история. Это совсем такое происходит. и правильное время, если вы вместе с тобой и даете время, 1 час, 2 часа, просто медитировать. Никакой мужики, ни мужики, ни мужики, ни бизнеса, ни бизнеса, Если вы вместе с людьми, даете время для себя, на 1 час, 2 часа, именно только для себя. Никакой работы, никакого бизнеса. Если вы имеете distance между вашими отношениями, тогда вдруг неожиданно любовь начинает возрастать. Вначале сожжется, сгорит вся ваша негативность, вся ваша злость, раздражение, ваша ревность. Все это сгорит. И тогда вся негативность превратится в любовь. И тогда вы вновь начнете любить вашего жену, вашего отца. И тогда жизнь будет казаться прекрасной. Для того, чтобы сохранить любовь и быть в ней, очень важно сохранить дистанцию, то есть идти вовнутрь себя, быть для себя, перейти из ума в сердце. Когда вы идете вовнутрь, вы начинаете сразу автоматически приходить в сердце. И тогда вы сможете быть любым, все время. И тогда вы все время будете в таком очень любящем настроении. И никогда не покинете друг друга. И всегда будете вместе. И я хочу сказать вам, если вы медитируете, ну, к примеру, вы каждый день медитируете дома, и в один из дней вы сидите, утром до 8 утра, и с 8 до 9 утра вы сидите. И после 9 утра вы должны готовы уходить на работу. Вы сидите. И ваша медитация очень хорошо. Очень глубоко. Очень глубоко. Вы вообще находитесь практически в состоянии неума. И вдруг кто-то входит в вашу комнату. Вы чувствуете, что кто-то в вашу и стоит рядом. Вы открываете глаза неожиданно. И видите прекрасную женщину. Очень красивую. Вы говорите, вау. Какая красивая. Кто ты? Кто пришлась к небес. Какая прекрасная женщина. Такая прекраснаяушка... Садись, садись. jon, садись рядом. Она смотрит наك. Что ?! Ты не знаешь меня? Нет, я вас никогда не видела. Первые в жизни я вижу такую красоту. Она начинает орать, кричать. Я вообще-то твоя жена 15 лет. 15 лет мы вместе. Ты что, меня забыл? Такое может случиться в медитации. Когда вы здесь в состоянии не ума, вы вообще можете забыть обо всем. И вы увидите свою жену, как в тех времена, когда вы впервые ее увидели. Потому что, когда вы только познакомились, там все прекрасно. Или, допустим, ваш муж, он выглядел как принц. Через год принц куда-то заканчивается. Никаких принцев вообще ничего. Дьявол появляется. Принц превращается в дьявол. Медитация может помочь делать принца каждый день. Потому что вы прекрасны. Когда вы в хорошем состоянии, когда вы в хорошем состоянии. Когда вы в хорошем состоянии, когда все кажется прекрасным, чудесным. И если вы хотите оставить любовь с вашим партнером надолго, идите вовнутрь себя. Идите в любовь. Полностью вы будете в любви. И тогда ваши глаза все время будут новыми. Полные красоты. Полные удовольствия. Когда вы в хорошем состоянии, где вы увидите, и вы увидите ее. И когда у вас много всего прекрасного у любви, вы снаружи будете видеть только это, только прекрасное. И тогда люди вам будут казаться более светящимися. А деревья вам будут казаться более зелеными. А звезды более божественными. Все будет казаться очень красивыми. Потому что вы прекрасны. Вы прекрасны. Полные удовольствия. Вы знаете, когда вы находите в состоянии любви, тогда все хорошо вокруг. Кто впервые влюбляется, тогда в месте только чувствуется любовь. Он не может понять, почему люди начинают ссориться, спорить. То же самое происходит, когда вы только начинаете медитировать. Вы также входите в состояние любви, красоты. Каждому вы хотите сказать, делай медитацию. Делай медитацию. Никто не будет вас слушать. Что-то не так с тобой. Но вы очень в большом состоянии любви. И говорите, я делаю медитацию. Мне так хорошо. Почему бы каждому это не делать? Это вот так происходит. Если вы прекрасны, тогда все прекрасное у вас. Если вы в любви, любовь помогает вам. Когда вы приводите себя в состояние, когда вам хорошо, тогда все вокруг становится хорошо. И нет вообще ничего неправильного здесь нет. Нет никаких жалоб здесь на этой земле. Все, что не происходит в жизни, тотально прекрасно. И вы всегда должны быть благодарны существованию. Все, что происходит, это отлично. Нет никаких больше пожеланий. У меня есть больше, чем мне нужно. Вы дали мне все. И действительно так и есть существование дало все. Только одно нужно, чтобы ваши глаза были чисты, и увидели это, и почувствовали. Жизнь в наших руках. Вы можете жизнь свою сделать адом, или жизнь сделать на небесах. Просто живите более осознанно. И вы будете на небесах. В раю. Если менее осознанно, тогда в аду. Никто не дает вам ни рай, ни ад. Это все внутри вас. Как вы проживаете жизнь. Медитация дает вам возможность понять, как жить и жить. Еще есть вопросы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok